Сцена вахтангов, студенты, больше ничего. Одна из первых записей. Похоры на вахтангов. Я стою у гроба. Рядом сидит убитый горе Михаил Александрович Чехов. Подходит мне и ходит. Я кланяюсь ему. Ловлю гневный взгляд Чехова не сметь. Ваш учитель еще здесь. В скобках. Ходили слухи, что Мерхоль займет место вахтангов. Я также молча ему отвечаю. Я просто приветствую его приход. Ну так согласитесь. Забись. Серьезно. Мне позвонил редактор и сказал, что название книги нехорошо. И я стал мучительно искать новое название вместо воспоминаний и впечатлений. Наконец пришло от студии к театру. Редактор сильно сократил книгу. Листов пять он выкинул. Кроме того, он добавил многое не моим языком, газетным языком. И это кажется мне инородным телом. Но я все же рада, что дело движется. И я не протестовал. Так как несчастный автор, находитесь в руках у редактора, ничего не может сделать. Ну вот мы пытались быть хорошими редакторами. Мы вообще ничего не меняли. Потому что Шипмат пишет очень емко. И вообще я в нем узнаю об талантливых актерах. Знаете, он схватывает самые главные детали, излагает их и создает очень объемную картину. При этом он лаконичен. Он подробен, но совершенно не занудный. Поэтому читается это очень легко. И я думаю, что Шипмат родилась, хотя, конечно, не вырук. И она попала в меня, в зрителя. И вот от этого завязывается невидимая ниточка между мной, зрителем и актером на сцене. И, собственно, вот это чудо-спектакля, о котором сейчас Дима сказал, оно и рождается. Но мне, правда, не нравится вот эта вот такая гостификация, чудо-спектакля. Я думаю, что это очень такая напряженная, очень сложная жизнь. И эта сложная жизнь сегодня будет. Вот какое удивительное совпадение, что сегодня идет спектакль «Война и мир». Поэтому я чувствую определенную ответственность и причастность к сегодняшнему спектаклю, который будет вечером. Так как на ваших глазах сейчас, собственно говоря, рождается чудо этой книги, в которой принимают участие все. Вот кто является автором этой книги? Ну, с одной стороны, да, это, конечно, текст Римуса Владимировича. С другой стороны, за этим текстом стоят все участники творческого процесса. Все, без исключения. Не только актеры, не только люди, которые сидят на звуке, на свете, помощники режиссера. Потому что вот этот образ, который рождается непосредственно на глазах у публики, создает такое количество людей, что даже, наверное, в этом раскрывается самое главное свойство театра, который был жив, будет жив всегда и переживет все другие виды искусства, несмотря на все технические совершенства. Потому что только живое общение, непосредственно возникающее здесь и сейчас, передает, по большому счету, нашу жизнь, которая очень хрупкая, очень мгновенная, быстро текучая. И вот это быстро текучее существование, она и выносится актерам на сцену. Для актера, я думаю, большая часть жизни проходит на сцене, и, собственно, жизнь там осуществляется, а не то, что происходит между репетициями. Поэтому, безусловно, это попытка схватить эту сиюминутность и хрупкость бытия актеров тех разных дней на репетиции, режиссера, с очень сложной мучительной биографией, с очень глубокими, рефлексирующими в традициях русской культуры, размышлениями о жизни, с одной стороны. С другой стороны, для меня всегда очень явно присутствует такая яркая католическая, театральная манера мышления художественного Римса. Она великолепным образом отражалась в той чудесной компании, я сейчас имею в виду Атонаса и Фаустиса. Ну, у спектакля появился и другой композитор. Это, на мой взгляд, получилось, в общем, хорошо получилось, замечательно. Но вот этот драматизм, драматизм рождения образа, он был для меня главным, либо хотелось, чтобы это получилось. Получилось ли или нет, только уже судить, тогда, почитателям. Ну, я вам расскажу, да, я вам скажу. Издают потрясающие правды книги, и берешь ее, и, как говорят в Адресе, имеешь вещи. Спасибо. Спасибо. Ну, я не знаю, это октябренно, как это, конечно, очень сильно сказано. Вот, я могу сказать, что, ну, как бы, я делал какие-то заметки, иногда что-то писал дома на компьютере, иногда здесь на работе, но в какой-то момент, я могу, честно, мне эта история так надоела, я перестал этим заниматься, я отложил, и для себя, наверное, уже решился. Нет, я не хочу это делать, потому что это совершенно не моя профессия, и это тяжело, и я не понимаю, куда это все двигать дальше. И вот, как раз тот случай, который писает Марина, я действительно был вынужден обратиться к ней, чтобы, ну, просто, может, она мне скажет, слушай, ну, что ты там делаешь вообще, прекрати, убери и не позорься. Я, честно говоря, ждал такой ее ответ, но через какое-то время, когда она, так сказать, прочла рукопись, она пришла, говорит, давай, все надо структурировать, нужно все поменять местами, главы нужно изменить, это нужно подписать, это ты, смотри, вот ты очень только обозначил где-то в тексте, а это огромный пласт истории Вахтанского театра, причем новейшей истории, поэтому я очень признателен к Марине, потому что если бы она как-то не взяла свои женские, вот такие, мужские журналистские руки, наверное, это никогда у нас не родилось. Конечно, спасибо и издательству «Театралис», и всем, кто мне в этом помогал и давал свои советы. Это для меня очень страшный опыт, и такой совершенно, я не знаю, но надеюсь, что эта книга будет интересна читателям и, безусловно, профессиональному сообществу. Поэтому спасибо, что вы сегодня пришли к нам на презентацию, но прежде чем как бы перейти к следующему изданию, я хотел бы еще сказать, вернуться к изданию книги «Римас и Тунис. Война и мир», потому что книжка у нас была готова, собственно, уже тем летом, в начале лета мы получили от издательства «Театралис» весь, так сказать, тираж. Римас Владимирович не знал, что мы по записи видеокамер, которые стояли на репетициях в репзале, подготовили такое издание. И я позвонил ему в Литву, тем летом сказал «Римас, мы тут подготовили большую книжку о войне и мире, и я хочу вам ее отправить». И, знаете, появилась оказия, и пару экземпляров мне удалось передать в Литву. Через какое-то время мне позовел Тунис и сказал «Ты знаешь, Кирилл, я держу в руках книжку в глазах моих слез». Вот вам была реакция, тоже таким контрапунктом к тому, что, как у нас нет книжки, поэтому первым читателем для ансамбля вашей книжки, герой вашей, был Римас Владимирович. Ну, собственно, вы эту историю знаете. Вот, поэтому спасибо огромное. И еще раз хочу сказать, что, конечно же, без издательства «Театралис» и Нинашотная здесь вы присутствуете. Спасибо вам за такую нашу с вами дружбу, которая уже равняется 15 лет. Мы 15 лет сотрудничествуем с издательством и продолжаем, потому что мы не останавливаемся в театре, как в Ахтанже в своей книге издательской деятельности. И уже у нас есть задел на будущий год, какие книжки мы также будем осенью следующего года, я надеюсь, презентовать вам. И слава богу, что эти темы, эти пласты истории в Ахтанрского театра, эти смыслы в Ахтанрского театра, мы их не можем исчерпать. Это, знаете, какое-то огромное водоем, озеро, которое не знает, мы не видим этого даже дна, сколько здесь еще много интересных тем, сюжетов, новейшей истории, истории театра Ахтанра, которая рассчитывает уже, мы рассчитываем с вами, второй век. Спасибо вам большое. Аплодисменты. И, друзья, Архмайловна и Ирина Леонидовна. Спасибо большое. Я должен еще для присутствующих сегодня в Ахтанре театра в Ахтангу журналистов сказать, что все книги уже представлены в книжных ларьках, которые находятся в книжных лавках, на исторической сцене, на первом этаже и на новой сцене. У нас тоже есть небольшой книжеварек. У нас же здесь, пожалуйста, все книги доступны в продаже. Через какое-то время мы их отправим в книжные магазины Москвы и Питера, и там они появятся уже в интернете. Ну и так, чтобы вы знали, все эти книжки с момента открытия дома в Ахтангу в Владикавказе, там был такой эксклюзив, они все уже тоже были представлены, потому что в доме в Ахтангу тоже, конечно, есть книжная лавка, книг, которые издал в Ахтанский театр. А библиотека наша уже насчитывает, мы с Антономом считали за 40 книжек, да, уже... И, естественно, по нашей, так сказать, традиции, мы все прекрасно понимаем, что кто-то, ну, не может себе позволить купить, потому что сегодня книга-издание – это дело очень дорогое, а мы стараемся все наши книги издавать в очень хорошей бумаге, в хорошем качестве, в прекрасном качестве. Поэтому прекрасно понимаем, что мы не все себе могут это позволить, поэтому по нашей традиции через год после премьеры книги эти книжки все появляются на нашем сайте, где их можно бесплатно скачать, пожалуйста, электронную версию. Поэтому еще раз всем-всем спасибо. Спасибо огромное всем, кто издал эту книгу, хотя бы за то, что мы сегодня увидели смущенного директора на сцене, презентующего результат своего творческого труда. Это очень важно. Спасибо. А вопрос можно? А вопрос можно? Не зналось о том, что вы делали эту книгу. Давайте я начну с второго вопроса. Рима Стойминс не знал, что мы делаем книгу. Рима Стойминс знал, что, конечно, когда идут репетиции в зале, репзал на чердаке, всегда стоит камера, но это нам нужно для технических каких-то вещей. Потом, когда Рим Стойминс с спектаклем, с артистами «Война и мир» перешел на сцену, наш фотограф Валерий Мясняков, он тоже здесь присутствует, посидел я, ставил всегда камеру в зрительный зал, и так же шли записи. Это нужно было для нас, для каких-то нюансов вспомнить, как было и так далее. Но когда мы приступили к расшифровке этих записей, я серьезно говорю, я у Рима Стойминса это не доклад был, тогда уже не было в России. И скажу вам даже более, если он даже был в России, я все равно бы с ним это не согласовал. Объясню почему. Потому что если я пошел к нему и сказал, Римас, мы хотим твои репетиции расшифровать, я бы знаю, что я услышал. И он мне сказал, не надо, что вы придумали, рудаком, это надо, перестаньте. И так далее. Поэтому для него это был абсолютный сюрприз. И сюрприз для него был, когда я получил первые несколько изюмпляров из Театралиса. Мне позвонили, не нашел, но говорит, вот отправляем вам несколько пачек, остальное тираж мы там до упаковок доделываем. И я из этого тиража одну пачку, там четыре книжки, с Аказией, через людей, кто ехал там через Европу. И я знал, что он будет этот человек в Вильнюсе. Я говорю, пожалуйста, вот свяжись с Турмусом, у тебя же есть твой телефон, да, есть, что он сам из Вильнюса. И передай ему эту посылку от меня. И Турмус, разворачивая эту посылку, увидел то, что увидел. Это первое. На первый ваш вопрос я бы ответил так. Знаете, ну, как так сложилось там последние лет, наверное, 7-8 или даже 9, мне очень много приходится про эти каких-то круглых столов, каких-то, давайте, интервью на разных площадках, в разных изданиях. И люди мне после вот этих круглых столов и всегда во временях, я всегда получал много каких-то вопросов по жизни театра, как идти в театр, как вы стали этим заниматься. Я в какой-то момент, так сказать, почувствовал, что, ну, в общем, моя память, она не фиксирует так четко все, что происходит в театре каждый день. И это важный момент, я должен для себя сам фиксировать. И я стал это делать. Спасибо. Некоторое время назад в Офтанковском театре была традиция издания буклетов, посвященных актерам и актрисам. Сейчас эта традиция возобновляется, и мы с радостью говорим о том, что мы издали буклет Людмилы Васильевны Максаковой с некоторыми известными фотографиями, с некоторыми новыми фотографиями, и с радостью его сегодня презентуем. Людмила Васильевна, я сейчас себя чувствую, как персонаж комедии «Бессмертный Грибоедово. Горе от ума». Мой дорогой, ты не в своей тарелке. Я попала в другую компанию, потому что это все теоретическая часть, а я практический человек, и тут существует момент мистификации. Кто-то может подумать по названию, что актер – это я. Я не чьего не писала. Я не актер. Это здесь, значит, буклет когда-то был издан, а потом все годы с Римасом Владимировичем выпали, как будто их не было. А это 12 лет жизни, начиная, значит, с «Ревизора», когда он еще не был у нас главным режиссером, а просто Галя Волчек сказала, «Миша, возьми Римас, ты хороший парень!» И Мишу Янов взял хорошего парня. Вот, и хороший парень поставил у нас «Ревизора», никто не знал, к чему это дело поедет. Вот, а пошло оно так, что вот союз получился на редкость удачным, и таким образом в этом буклете появились и все спектакли, когда я решила, что, в общем, уже почему говорить о каких-то ролях, давай уже работай с тем, что предлагают. Вот, но почему-то Римас Владимирович решил, что я его талисман, по какой причине не знаю, но я была занята во всех его спектаклях. То я сидела, как пень в Минетте, то еще что-то, так сказать, мало выразительное, то я умирала даже дважды в Онегине. В общем, какая-то символическая такая фигура. Потом дело дошло до царя Эдипа, и вот в конце концов, Лена Кузьмина сказала, «Конечно, это несправедливо, почему из вашей жизни выпал вот такой огромный период в 12 лет». И Кириллович жаром поддержал. Значит, я благодарю Леночку Кузьмину, Кирилла Игоревича. Так, кого еще? Ну, всем, кто из меня сделал кого-то, потому что здесь, в общем, не мой текст, а текст великих людей. Наверное, я в своем роде человек уникальный. Вы должны ко мне относиться с уважением. Я, похоже, договорилась, а черт знает до чего я ему сказала. Но я действительно работала только с гениальными режиссерами. Хотите, верьте, хотите, нет. Начинала Л.В. Николаевича Симонова, ну, которого было свое направление, когда ему что-то говорили, «Бэм! Почему я сегодня рекомендую на том же? Почему на тебя играет одни и те же артисты?» Рубенковаич поворачивался спиной к подсовету, долго смотрел в окно, потом, значит, у него были очень изящные ручки, хлопнул с гневом по столу руку и кричал. «Публика, понимаете ли, в театр ходит на артиста!» Вот это был его кредо. Поэтому такую труппу, которую создал Рубен Николаевич, я больше не видела ни в одном театре. Хотя театрал, пожу на все спектакли, стараюсь не отставать. Вот, значит, потом у нас был Роман Григорьевич Виктюк, это тоже яркая страница, не всем эта страница понравилась, но то, что он гений сцены, я думаю, спорить с этим никто не будет. Потом появился Пётр Наумч-Фоменко, я думаю, мы эту фигуру тоже обсуждать не будем, Римас Владимирович. Вот видите, я не солгала ни одним словом. Спасибо всем! Генеральному директору и нашему партнеру издательства «Театралис» Нина Шоффер. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ